Добрый день, уважаемый зритель, с вами доктор Константин. Сегодня тема лекции беру, как следующее, потеря голоса. Мы уже читали лекцию, скажем так, ну мы читали лекцию, человек теряет голос от стресса, скажем так, от скандала домашнего или еще чего-то, внезапная глухота, то есть анимата, простите, происходит у человека, а есть категория людей, которые потеряли голос. Так при чем здесь тройной обогреватель к потере голоса? Вот давайте мы с вами объясним, уважаемые зрители, что тройной обогреватель всегда работает в паре с меридианом перикарда. Вот здесь мы видим элемент огня, тройной обогреватель всегда сообщается с перикардом. Это иньский меридиан, это янский меридиан. Меридиан перикарда отвечает за всю нашу с вами сосудистую систему и все сосуды в нашем с вами организме, а меридиан тройной обогревателя контролирует движение крови по нашим с вами сосудам. То есть он задает ток, он задает движение именно кровяной нашей массы. Так вот, уважаемый зритель, меридиан перикарда и трону обогревателя всегда живут в стадии войны. И они всегда воюют между собой. А при чем здесь потеря голоса? А при том, что к меридиану перикарда, инскому меридиану, относится также к меридиану поджелудочной железы, тоже инский. И меридиан поджелудочной железы отвечает за голосовые связки, за состояние голосовых связок. И вот если эти два меридиана, перикарда и поджелудочная железы, давят на трону обогревателя, который владеет тонкой энергией. Почему мы здесь коснулись этой тонкости восточной медицины? Потому что меридиан перикарда обладает всей физической энергией грубой. Меридиан поджелудочной железы отвечает всей грубой физической энергией. И вот эта вся грубая физическая энергия может давить тонкую энергию. Она всегда ее давит на протяжении нашей с вами всей жизни. Всегда. Всегда тройной обогреватель в уязвимом состоянии. Почему? Потому что он контролирует тонкий мир. А мы, люди, верим больше в физический мир. Мы думаем, что чем мы сильнее, тем мы нет, уважаемый зритель. Чем тоньше мы воспринимаем, чем тоньше мы думаем, чем тоньше наша энергия, тем человек счастливый в этой жизни. А чем грубее он, сильнее, думаешь, он победит завтра кого-то, что он не сломленный. Все это наша человеческая бравада. Когда, допустим, человек заболевает, вся эта бравада уходит на задний план. И вот, когда человек теряет голос, он всеми путями пытается восстановить этот голос. Уважаемый зритель, первая вам подсказка. Если вы хотите, скажем так, восстановить быстро голос, то состояние поджелудочной железы вам в помощь. Нужно что? Восстановить поджелудочную железу. Это самое первое. Потом нужно сделать диагностику 12 меридианов и увидеть, как живет меридиан Перикарда, МЦС, меридианом-транным обогревателем. Если они находятся в стадии войны, то подправить этих два меридиана, где много энергии поудбавить, а где мало добавить, восстановить что? Баланс. И через данную точку ТР6ГО мы можем этот баланс восстановить. Мало того, что восстановить, так мы еще поможем помочь при потере голоса, голоса человека. Может ли человек без диагностики индивидуально работать для профилактики, чтобы он вокал свой, скажем так, тренирует, хочет поехать на голос Украины? Хочет? Пожалуйста, работайте с данной точкой. Но обязательно, пожалуйста, берите во внимание состояние вот этих вот трех меридианов, которые контролируют физический мир, а вот именно тройной обогреватель и руководит этим физическим миром. И если человек чересчур надеется на свой физический мир, как это со многими нами происходит в этом мире, поверьте мне, этот человек уже обречен на большие болезни. Чтоб этого не было, диагностика 12 меридианов и баланс всех меридианов и энергии ИНИЯН в восстановлении их вам в помощь через данную точку. Спасибо за внимание.